В Мариинском посаде приступили к восстановлению крыши, которую сорвало ветром перед самым Новым годом. Все это время здесь решали, где найти средства на капитальный ремонт, определяли технологию укладку кровли, искали подрядчика. А жители, пострадавшие пятиэтажки, тем временем по-прежнему не убирают в квартирах тазики, опасаясь каждого снегопада и малейшей оттепеля. Почему мембральное покрытие для крыши оказалось наиболее оптимальным для работы зимой и когда планируют закончить ремонт, расскажет Ирина Николаева. Людмила Ярыгина живет в этом доме почти 40 лет с момента заселения. С тех пор даже ее квартира на четвертом этаже пережила несколько потопов. Правда, когда собственники жилья добились ремонта прохудившейся крыши, казалось, проблемы забылось. 16 лет спасала установленная над старым покрытием двускатная кровля. Хотя листы шифера с крыши временами издувала. В конце прошлого года, 25 декабря, надстройка окончательно не выдержала разгулы стихии и частично рухнула. С тех пор отсыревшие обои и подтеки на стенах стали появляться при каждой смене погоды. Как чуть оттепель на улице, вот прям даже минус один еще, уже течет сразу. Рады, что хоть как-то сдвинулся? Ой, ну конечно, мы уж прям смотрим, следим, как только они разгружают. Конечно, радостно на душе, что вот-вот-вот сделают. Начать восстановительные работы на следующий день после ЧП не получалось, потому что непонятно было, откуда брать деньги. По подсчетам специалистов, на восстановление кровли дома требовалось не меньше 4 миллионов рублей. В районном бюджете, понятно, таких средств нет. В Мариинском посаде объявили режим чрезвычайной ситуации. Однако выяснилось, чтобы получить средства из резервного фонда республики, ущерб должен превышать 12 миллионов рублей, рассказывает депутат «Единой России» Владимир Лидерман. Он с самого начала подключился к решению проблемы. В итоге восстанавливать кровлю дома 89 по улице Николаева решили за счет фонда капремонта, где также предусмотрены расходы на подобные случаи. Определились и с технологией работ. Традиционный метод ремонта крыши, который использует фонд капремонт, это наплавление и в отрицательных температурах, ну и при наличии больших осадков, опять же, этот вариант не проходил. Мы оперативно нашли решение, привезли, собственно говоря, потенциальных подрядчиков, экспертов. Был выбран способ реализации, способ реализации ремонта через так называемое мембранное покрытие. Мембрана не предполагает полное снятие кровельного покрытия старого. Оно приводится в технологическое состояние, оно чистится. И эксплуатация мембраны, он даже больше, чем наплавляемый кровлей. Он зарекомендовал себя по России очень неплохо. Поэтому жителям данного дома даже повезло. Это будет первая в Мариинском посаде крыша с таким покрытием, отмечает в фонде капремонта. Рабочие приехали на объект в начале февраля. Стали завозить необходимые стройматериалы. Сейчас уже приступили к ремонту. Утепляют чердак и подготавливают кровлю для монтажа специальной пленки. Укладка мембранного покрытия чем-то напоминает натяжные потолки. Сначала рабочим необходимо установить кронштейны, на которые затем будет цепляться полотно. Площадь крыши примерно 900 квадратных метров. Полимерное покрытие планируют укладывать участками. Главное соблюдать технологию. И материал толщиной в полтора миллиметра прослужит не один десяток лет. Подрядчик из Чебоксар уверяет, у них достаточный опыт укладки кровельной мембраны. Ее можно укладывать в сложную погоду и в снег. И по технологическим показателям, устойчиво к морозам, для этого и используем ее здесь в зимний период. Она раскладывается, крепится специальными крепежами и швы специальным феном спаиваются. А подрядчик сколько лет гарантии дает на выполненные работы? Пять лет. Мембранная крыша требует более аккуратного ухода. И железные лопаты во время уборки снега придется сменить на пластмассовые. Впрочем, вероятнее всего, дом будет обслуживать уже другая управляющая компания. По мнению районных властей, именно халатность УК стала причиной рухнувшей кровли. По контракту кровлю должны отремонтировать до 31 марта. Жители надеются, что подрядчик справится гораздо раньше. А районным властям и депутатам предстоит решить, на какие деньги восстанавливать потопленные квартиры и подъезды.